Всем привет, друзья! С вами Андрей Этконов. Футбол, это жизнь. Это продолжение нашей карьеры за Барселону. Итак, сегодняшний нам выпуск приготовил интересные 4 матча. Матч против Севильи в гостях. Матч сначала на выезде против Тоттенхэма. Это четвертьфинала Лиги Чемпионов. Потом домашний матч против Атлетико. И домашний матч уже Тоттенхэма. Против Тоттенхэма это уже атлеточка идет. Дальше у нас здесь идут игры уже с Атлетико, кстати. Но это следующая серия. Наверное, мы все-таки 3 вот эти матчи сыграем в следующей серии. Финал Кубка Испании. Будет интересно, но это потом. Играть мы будем против Тоттенхэма первыми составами. Так что вот он состав, который сыграет против Севильи на выезде. Пощаем пресс-конференцию, отвечаем быстренько на вопросы. И переходим к матчу. Так, ротация нужна, важна. Все. 7-0. Мы серьезно победили 7-0 в прошлый раз Севилью? Я сейчас загляну. Так, мы заходим. Так, так, так. Ну, это давно, наверное, вроде было, когда мы играли против Севильи. Здесь нету. Вот она, кстати. Вот, вот, вот она. Действительно, мы 7-0 вынесли Севилью. Я сейчас посмотрю. Это действительно она сейчас самая крупная победа? Да. Севилья 7-0. И, кстати, Тоттенхэм нас вынес в июле 2019. Это вроде что-то полуфинал, либо финал был. Сейчас я тоже гляну. Притязонного турнира. Это получать финал. Да, они нас в финале вынесли 2-0. Посмотрим. Прямо отомстить-то мы им должны. Вот он, наш второй состав. Он готов к Севиле. Чтобы первым мы разнесли просто Тоттенхэм. Играем в домашний давайте. Вот она, расстановка. Стоп. Чуть сейчас первым не сыграл. Вот. Поехали. Итак. Вообще вот так показывают перед важными матчами. Вот такие вот предматчевые разминки игроков. Но мы с Севилью все-таки вынесли 7-0. Я помню, что какую-то команду я действительно сильно выносил в нашей карьере. Но то, что Севилью я вот прям забыл. Но вот тут нам напомнили. 7-0 мы вынесли их домом. Севилья это действительно хорошая команда. Там Лигу Европы что-то 3 сезона подряд они выигрывали. Но посмотрим, как мы сегодня против них сыграем. Не догоняет его просто сейчас уже пенсионер Бонега. И Сауль просто так пробежал 9-ая минута 1-0. Бонега просто не успел за ним. Он пытался, бежал до конца, но нет. Сауль отлично все сделал. Прошел, забил. Причем левой ногой нерабочий. И мне интересно, кто стоит у Севильи. Васлик или как его там зовут? Голкипер. Вроде как да. Но отлично. Сауль забивает очередной гол. Это его пятый мяч в чемпионате. Мы выходим вперед на выезде. Отлично. Миранчук проходит. И началово. Какую замечательную передачу отдает Федя 2-0. Отлично. Сыграли сейчас. Алексей Миранчук отдает на Федю. И все. Счет 2-0. 70-ая минута. Барса выигрывает на выезде. Уверенно. Сейчас это именно уверенно. Какой хороший сквозной пас отдали. Но здесь Феде уже осталось просто переиграть вратаря. Что у него и получилось. Забивает 10-й гол Федор Чалов. Но это для русского футболиста все-таки. Заканчивается матч. Уверенная победа Барсы 2-0. Забивали сегодня Сауль и Федор Чалов. Так что посмотрим, кто лучший игрок сегодня. Алексей Миранчук. Две голевых, наверное. Нет, одну голевую отдал. Вторую отдал Дембеле. Итак, почему Альба так и не вышел? Потому что он будет играть с Тоттенхэмом. Что непонятно. Мы не победим. На протяжении 30 матчей, друзья, мы не проиграем в чемпионате. Не слишком ли просто было против или можно и улучшить. 30 матчей. Это вроде как получается у нас 30-й тур сейчас был. Вот. Ну, проводим мы тренировочку сейчас перед матчем с Тоттенхэмом. Миранчук прокачал дриблинг. Жезус, кстати, в рейтинге поднялся. 85-й рейтинг теперь у него. Поздравляем его. Вот это уже прям хороший такой бразильский нападающий сейчас у нас получается. Он так классно был. Прокачался на целых 3 единицы пока у нас был за сезон. Это хороший прям ап у него. Бенфика. Хочет взять Абе в аренду. Абе хороший действительно игрок. Ну, давайте начнем переговоры. Все равно нам уже пофиг на это. Вот. Я не буду доигрывать. Ну, вот. Как закончу сезон за Барселону, так и закончу. Все. Не буду никакие там вторые. Сам доигрывать. Нет. Мне уже это просто на запись как бы. Вот. Отлично. Бенфика согласилась на 2 года. 55 на 45 процентов зарплаты покрытия. И игра с Тоттенхэмом у нас теперь играет первый состав. Вот они, мои красавцы. Надеюсь, сегодня все будет замечательно. Играем, да, действительно первый матч на выезде. Надо забивать побольше голов. Итак, по вашему мнению, чем закончили этот раунд? Парни будут на высоте. Там что-то с Тоттенхэмом не так, они говорят. Вот здесь новость. Классный футбол. Ну, это мы все сейчас. Позитивные такие разговоры скажем. Главное, чтобы сейчас настрой у команды не упал. И все. Ну, что же. Смотрим. Тоттенхэм. Мы знаем, в какой они группе были. Мы знаем, что вообще было. Какая группа-то у них вообще? Б вроде, да. Тоттенхэм, кстати, занял первую строчку в группе с Баварией. Так что это интересно. Смотрим. Тоттенхэм сыграл суперматч дома в ничью с Баварией. 1-1. Потом Тоттенхэм обыграл на выезде 2-0 Олимпиакос. Вынес 3-0 дома Динамо в 1948. Потом Тоттенхэм разнес еще больше Динамо в 1948 на выезде 4-0. 3-1 на выезде обыграл Баварию. И Тоттенхэм также вынес дома Олимпиакос 2-1. То есть для них вот эта вот ничья единственная, это как раз в матче против Баварии. Бавария выиграл, вот, у Баварии это единственная ничья и поражение именно от Тоттенхэма. 16 очков, 15 забили, 3 пропустили. 12 разница очков, мячей, 12 плюс у них. Что здесь? Тоттенхэм вынесли Лейпциг, команда Лейпциг, которая вроде как заняла первую, вторую строчку. Ну, им практически, ну, можно сказать, повезло соперникам. Не то, что нам, нам попало все-таки Наполе. Ну, мы их 5-1, а Тоттенхэм 3-2. То есть Лейпциг тоже такая хорошая команда. Ну и в четверть финале мы встречаемся именно с Тоттенхэмом. Ну, и на данный момент мы пойдем-ка сейчас вот и посмотрим. Я не смотрел это насчет Наполе, но посмотрю насчет Тоттенхэма. Тоттенхэм сейчас идет на четвертой строчке. Они уверенно отрываются. Вот эту четверку свою в Лигу Чемпионов, которая проходит, отрывает сейчас лидерство. 6 очков над пятой строчкой. Ну, и серьезное отставание до Сити, которой пока что вообще ни одного поражения нет у них в сезоне. Но начнем. Игра у нас выездная. Тоттенхэм-Барселона, четверть финала Лиги Чемпионов. Первый матч. Играем давайте в домашний, потому что форма вообще без разницы. Вот. Ясно на стадионе, это хорошо. Поехали. Итак, разминаются игроки Тоттенхэмом. Тоттенхэм вроде вообще единственная команда, которая нам нанесла поражение. Ну, Реал еще в Кубке Испании. Но мы тогда их все-таки обыграли. Тоттенхэм нас выбили в финале предсезонного турнира со счетом 2-0. Я просто помню это, как я сильно бомбил. Из-за того, что ничего не получалось. Какой-то рост. Левый защитник Тоттенхэма отбирал мяч у Леонеля Месси. Ладно, теперь у нас состав более-менее действительно уже с играми. Все-таки очень хорошо сейчас себя показываем. Поехали. Жезус на Канте. Голо Канте. Решай. Гризман все-таки забивает. Отличное добивание. Хорошо сейчас прям отскочили. Но по игре действительно сейчас именно Тоттенхэм отскакивает. Мы уже давно-давно должны были забивать Тоттенхэм. Ну, просто вот везло им. То Льюрис отбивал, то оборону очень хорошо играла. Сейчас все-таки замечательно все получилось. То есть Гризман замечательно безофсайдно ждал вот такой возможности. Пробил и забивает Антуан Гризман своему соотечественнику. Но это не так уж важно. Третий гол Гризмана в Лиге Чемпионов. И все. Минимальная победа Барселоны. Один гол мы в гостях забили. Это мало. Действительно. Это мало. Это опасно. Сейчас будет играть против Тоттенхэма. Ответную же игру на Камп Ноу. Но лучший игрок это Гризман. Хотя Тоттенхэм всего лишь один удар в сторону нанесли. И 100% у нас в реализации. Вы посмотрите 12 ударов и 12 створ. Сколько мне интересно. У Льюрис и сейвов. Но точно не 11. 11. Зеленую. 11 сейвов сделал Льюрис. Но Ареал побеждает пока что Интер 3-0. Итак. Выдержали победу в гостях. Понятно. Он тети находится в прекрасной форме. Все комплименты для него заслужены. Нужно сосредоточиться на следующем матче. Это мы все сделали. Все. Льюрис не дал клубу Барселону. Преимущество. Он 11 сейвов, друзья, за матч сделал. Это вообще впервые за мою карьеру в Фифе. Да вообще за все время, которое я играю в Фифу. 11 сейвов за матч это очень много. Я давно не видел, чтобы столько сейвов делали. Аби предложение об аренде. Что там отклонено? Сорвалась, не захотел он переходить. Так. Тренер, я чувствую, что я расту. Хочет заработанную плату. Ну давайте. Перес хороший игрок. Чтобы не ныл. Я все-таки хочу на хорошей ноте, так сказать, завершить этот сезон. А что у нас тут 3 месяца у него остается? А кто там еще у кого сколько остается? Джайми, Перес, Чуми. Да давайте с вот этими ребятами со всеми переподпишем контракт. Нам не трудно. Так, что могу по чуме сказать? Давайте нерегулярный поставим. А не согласны? Все-таки на перспективный было бы уже. Странно бы его ставить. На 3 года возьмем. Надеюсь, они согласятся. Отступные хотят? Да давайте с отступными. Мне этот игрок не сильно важен. Хотя может и хорошо он будет качаться в чьей-нибудь карьерке. Напишите об этом в комментариях. Все, так мы согласились. Дальше. Перес. 12 миллионов у него как раз отступных. Это неплохо. Может быть и увеличим цену за него. Так, роль. Роль. Но у него тоже нерегулярная будет, наверное. Отлично. Обсудим. На 3 года также попробуем. Они тоже согласны. Отступные они повысили. Это хорошо. 15 миллионов 400. И что? А что у него такая зарплата-то прям большая? 30 тысяч евро, мне кажется, ему... А что? 50 тысяч евро ему платить? За что? Наоборот, больше хотел. В этом-то и прикол. Почему такие зарплаты-то у игроков, которые даже у меня не играют? Попозже вернемся тогда. Итак, Джайми. Мы принимаем, что он перспективный игрок. На 3 года давайте. Согласны. Без отступных. Но они хотят 3-7. Ну, давайте согласимся. Сколько вы хотите? 20 вам пойдет. Хотят меньше, но именно подписной бонус хотят. Ну, пожалуйста. Ладно. С Пересом мы чуть попозже поговорим. Не знаю, сколько там надо. Неделю. У нас матч против Бильбаума. Мы будем играть вторым составом. Посещаем пресс-конференцию. Так, у меня интересуют только трофеи. Мы будем биты до конца. Почему она мне не напомнит, с каким счетом? Почему мне не напомнили, с каким счетом мы сыграли с Атлетикой Бильбаума в прошлом матче чемпионата именно? Я все-таки все равно найду. Мне интересно стало уже все-таки рассмотреть, что у Сибири, например, я 7-0 вынес. Интересно, как я сыграл против Атлетикой из Бильбаума. Причем в августе. Это начало только было. 2-1 мы выиграли в гостях. Это мой первый тур был. Вот. Так что. Что тут у нас по рейтингам? Да нет. Пока что никто не меняется. Так что вторым составом мы выходим. Домашний матч против Атлетика из Бильбаума. Пусть они в это играют. Вот она наша расстановка. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, наш домашний матч. У нас два матча будут сейчас дома подряд. Не знаю, что там с третьим матчем. Но сегодня мы доиграем именно вот эти два матча. Это матч против Атлетико. Сейчас домашний в чемпионате. И ответный матч в Лиге чемпионов против Тоттенхэма. Так что сегодня мы уже, скорее всего, узнаем, с кем мы будем играть в полуфинале. Если все-таки все хорошо у нас сложится в ответном матче Лиге чемпионов. Матч против Атлетико из Бильбаума 2-1. Мы их победили в первом туре. Чемпионата Испании. Так что это команда, с которой я дебютировал на испанской, так сказать, арене. Поехали. Но он все равно отдает Артур. Замечательно обкрадывает сейчас игрока. Чалов левой ногой забивает Яго Херерин. Свои ворота мяч отбивает. Десятая минута. И Федор Чалов счет открывает. О грядущем чемпионате Европы. И снова Чалов на Миранчука. Но сейчас-то Миранчук. Со второй-то попытки Миранчук забивает. 53-я минута голевая от Федора Чалова на Алексея Миранчука. Сауль. И Чалов. Но это твой шанс, брат. Федор Чалов забивает. 3-0. 87-я минута. Дубль. Федора Чалова. Его голевая. Скорее всего, уже понятно, что он становится MVP сегодняшнего матча. 12-й гол нападающего бывшего из ЦСКА. Это просто супер. Классный игрок действительно к чемпионату Европы. Он действительно будет готов. Если только не травму, конечно, получит. И все. Уверенная, разгромная победа Барселона над Атлетикой. 3-0. Дубль Федора Чалова. Гол Миранчука нам приносит. Сегодня победу. Ну и Чалов. Лучший игрок матча. 9-6 у него оценка. Итак, Ля Порте почему не вышел? Да потому что он играл только с Тоттенхом. Ему сейчас играть. Чалов демонстрирует. Выдающийся футбол. Барселон не проигрывает. У нас есть все условия для того, чтобы дальше так продолжать. Все. Ответили на все вопросы. У нас тренировка. Очередная. Прокачаться может только Фирпу. Да, отбор у Фирпу и ловкость у Миранчука. И атакующая позиция у Жезуса. Прокачались. Пике. Ну мы скажем, я жду от тебя больше, чтобы у него просто настрой повысился. Абе в Манчестере Юнайтед хотят в арендовую взять. Давайте начнем переговоры. Итак, давайте так же на 2 года. Тем более, МЮ. Там Марсиаль на этом фланге вообще. Или Решерт сейчас. Да, Решерт все-таки. 60 на 40 в пользу МЮ. Они хотят 50 на 50. 55 на 45. Будут ли они согласны, сейчас узнаем. Да, так они согласны. Ну и ждем уже, как Абе решит. Пока что вот у нас домашняя игра против Тоттенхэма. Последняя может стать для нас Лигой Чемпионов. Минимально мы обыграли Тоттенхэм на их стадионе. Тоттенхэм Ходспорт Стадиум. А Ля Порте. Аплотация важна, мы скажем. Так, вы только обыграли. Как думаете, насколько агрессивно будет играть Тоттенхэм? Пусть попробуют. Вот так вот прям уверенно, мы скажем. Тоттенхэм заслуживает уважения. Мы практически уже прошли, будем так говорить. Все, мы ответили на все вопросы журналистов. Состав вы видите. Никто не повысился в рейтинге в другом составе, чтобы я его повышал. Поэтому мы выходим именно этим составом. Барселона Тоттенхэм. На ваших экранах второй ответный четвертьфинал Лиги Чемпионов. Первый матч победила Барселона на выезде 1-0. Поехали. Итак, наш домашний стадион Камп Ноу готов. Мы обыграли минимально. Глоб все-таки забили на выезде. Забьем сейчас еще один. Будем поувереннее играть, конечно. Но главное нам сейчас не сильно раскрыться против Тоттенхэма и не пропустить от них. Поехали. Сразу же Гризман пытается. Пытается. 11-цепов, я вам напомню, сделал Угуль и Рис в прошлом матче. Это просто что-то невероятное. Гризман. И Гризман Месси. Это просто, друзья, два одинаковых практически гола. Забивает Лео Месси. Мы 2-0 ведем. Но просто так же практически с таким же обскоком мяч прямо на ногу нашему игроку, который стоял в центре прям перед воротами пустыми. Но Гризман тоже хорошо здесь сыграл, убрал, в дальний угол прострелил, попал в штангу. Ну и мяч прямо на Месси. На правую его ногу. И все. Месси забивает. Узнаем сейчас какой-то уже гол его в Лиге Чемпионов. Первый гол у Леонеля Месси в Лиге Чемпионов. Я уже думал, он забивал. Но ладно. Как хорошо сейчас Жорди Альба. Сыграл. Отлично, отлично. И Гризман все-таки забивает. 2-0 Барселона. Выигрывает сейчас Тоттенхэм у себя дома. 3-0 в общей сумме. И второй мяч забивает в этом противостоянии именно Гризман. Хорошо сейчас отыграл Жорди Альба. В пустую зону зашел. И одного просто Гризман нам дает. И просто здесь уже пошел расстрел от француза. Четвертый мяч в Лиге Чемпионов его. Жезус. И надо забивать. И Гризман забивает дубль в сегодняшнем матче. И 3 мяча Гризман оформляет в ворота Тоттенхэма. Это просто замечательная игра француза сегодня. И Месси на Жезуса замечательно отдает сейчас. И это хэт-трик. Хэт-трик Антуана Гризмана в Лиге Чемпионов в ворота Тоттенхэма. Замечательная игра француза. Друзья, 4 мяча. 4 мяча забивает Гризман в ворота Тоттенхэма в данном розыгрыше Лиги Чемпионов. Как сейчас хорошо. Два гола он забивает подобные. Свой хэт-трик добивая таким ударом. Но это просто. Оборона не поняла после того, как пропустила. Получается какой. Второй мяч. Нет, первый. После первого мяча Гризмана она не поняла, что нужно с ним делать. И продолжают пропускать именно от него Жезус мечом. Ну а здесь сбивают. Здесь сбивают. Сбивает Альдервельт. Очень трудно выговаривать даже мне эту фамилию. Тоби Альдервельт. Альдервельт. Очень трудно, действительно. Комментаторы мне ни в коем случае не идти. После того, как я не могу его выговорить, его фамилию. Вертонген, да. Вертонген это легкая. Но вот Альдервельт просто тяжелая фамилия. Пенальти. Дают пробить Месси у Неймара. Неймар будет пробивать. У него лучшие показатели в пенальти. Ну, мою короночку вы знаете. Это верхом Паненко и в левый верхний угол. И идеально. 5-0. Барселона громит. Тоттенхэм. Все замечательно. А ведь в начале сезона мы проиграли им в финале. Со счетом 2-0. Предсезонного турнира. 5-0. Разгром Барсы над Тоттенхэмом. Общий счет в серии 6-0. Ну и Гризман забивает 4 мяча в двух матчах противостояния. В этом матче 3 его забитых мяча. Гол Леонеля Месси. И гол Неймара. Лучшим, естественно, становится Гризман. Это очередной его хэт-трик в сезоне. Барселона вынесла Тоттенхэм в общем счете 6-0. Они проходят в полфинал. А также проходят в полфинал Мадридский Реал. Которые сыграли в ничью второй матч с Интером 0-0. Но в первом победили их 3-0. Так, Ля Порте находится в прекрасной форме. Действительно, все его комплименты заслужены. Гризман прекрасная его игра. С чистой победой нельзя терять концентрацию. Ну что же, у нас следующий матч это против Атлетика. Им, именно этим матчем мы и начнем следующий выпуск. Изменения в расписании. Призов фонд нам добавили 10,5 миллионов евро за проход в полуфинал. Дембеле впереди более важный матч. Но все-таки по ходу мне и будет играть второй состав. Я надеюсь, против Атлетика мы хорошо сыграем. Ну, друзья, в сегодняшнем выпуске мы победили 2-0 Севилью. 1-0 победили Тоттенхэм первый матч. 3-0 мы победили Атлетик Бильбао. И 5-0 победили Тоттенхэм. Снова у нас матч из сухой только серии. Реал Мадрид. Наш соперник в Лиге Чемпионов, друзья. Классно, классно. Действительно, все-таки Реал мы выбивали. Но вот это вот противостание еще и в Лиге Чемпионов просто супер. Но Эль Классико много не бывает. Вот, видите, все сухие матчи мы просто отыгрываем. Последний раз, я сейчас даже вспомню, когда мы, скорее всего, от Наполя мы пропустили последний раз. Хотя нет, от Реала в Чемпионате забил нам тогда Тони Кросс. Ну, вот эти два матча мы здесь и пропустили. Так у нас очень хорошая сейчас статистика. Я просто посмотрю мою карьеру, пропущенные мячи. Всего лишь 31 пропущенный мяч, хотя мы забиваем 129. Вот, забили 129 мяча за 53 матча. Вот, сейчас у нас Кубок Испании. Я бы посмотрел дальше, что у нас. Это вот, как раз вот это вот и было наше поражение. А второй полуфинал это Атлетика Сити. Сити вынесли 6-1 Валенсию. А так, это как 2-1 получается. Бавария победила в гостях Атлетика, но Атлетика 2-0 победили их на выезде. 3-2 Атлетика дальше проходит, так что точно будет одна из испанских команд в финале. Но если будет Атлетика, что, скорее всего, мне маловероятно, я все-таки ставлю на финал Барселона-Манчестер-Сити. Точнее, Манчестер-Сити-Барселон, все-таки здесь Сити повыше, как вы видите, на стройке. Так что, я все-таки ставлю на Сити то, что не будет в финале против нас. Ну и полуфиналы Лиги Европы. МЮ Лацо-Баруси-Байер. Так что, вот, немецкая команда будет в финале Лиги Европы. Здесь я ставлю на финал МЮ Баруси. И выиграет, скорее всего, МЮ. Вот так вот почему-то мне прям кажется. Это понятно здесь. И посмотрим, сколько мы пропускаем. 16 мячей у нас пропущенных в чемпионате. Мы еще ни разу не проиграли, кстати. И у нас, как вы видите, самая лучшая защита в чемпионате. Потом у нас идет, я так вот вижу, Мадридский Реал. 20 мячей. Потом Атлетика 23 пропущенных. 25 у Вильяреала. 26 там дальше вот Валентия. Ну и не самое у нас лучшее нападение. Нападение лучше у Атлетика. У них 87 забитых мячей. У нас 84 на 3 мяча, к сожалению, вот отстаем. Но зато у нас разница, я так понимаю. Да, на 4 мяча получше, чем у Атлетика. Ну и лидерство в 3 очка тоже замечательное. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok